всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня с вами рассмотрим расклад на три позиции которые предложила татьяна называется он в каком состоянии энергия и и и и как можно сбалансировать вот если честно я всегда говорю что я не люблю диагностику делать нам в общих раскладах да поэтому давайте себе отчет что это все-таки не личный расклад воспринимайте его больше как развлекательный нежели такой индивидуальный поэтому любая диагностика она должна быть индивидуальны но как для развлечения можно конечно же посмотреть так позиции 1 2 3 голубенький красненький зелененький камеш тайм-коды есть в описании смотреть будем на колоде таро шаманов а мы с вами приступаем позиция номер один голубенький камеш каком состоянии ваша энергия я смотрю может быть взять еще какие-нибудь колоды ладно потом состоим в каком состоянии ваша мужская энергия да здесь идет завершение завершение знаете исцеления какого-то что именно здесь исцеляется вы решили двинуться дальше как-то на своем пути развития да здесь было принято решение пойти дальше как будто бы вам вот то знаете может быть какая-то тайна открылась может быть какие-то знания открылись информация возможно какая-то открылась по поводу того что здесь как будто бы вы долгое время до о чем-то просили и вот на вашем пути как раз таки именно развития наступил этап когда когда вы осознали что нужно двинуться дальше вот поэтому я вижу что энергия здесь достаточно активная да по крайней мере возможно кто-то вышел из некого такого застоя и энергия поплыла то есть началось такое достаточно активное движение вперед даже не вперед ввысь вы сюда куда-то до высота куда-то вас потянуло достаточно высоко то есть здесь развитие не горизонтальная да вот какой-то вот этапная поэтапная развитие вертикально с чем она связана я хочу посмотреть здесь знания какие-то да здесь знания здесь семья здесь мудрость мудрость и если мы говорим в плане развития то здесь как будто бы вы собираете себя по частям да видимо долгое время как-то были в каком-то застой а потом наступил какой-то вот переходный этап и знаете такое ощущение когда человек что-то ищет ищет недостающие пазлы когда ты покупаешь базу чтобы создать себе картинку то в принципе то что делаю я первое да это вот переворачиваешь правильно вот эти вот все маленькие кусочки да я понимаю что вот все что связано с рамочкой по углам мы откладываем в одну сторону да все что по цветовой гамме может где-то находиться как-то вот в другую а потом мы только приступаем именно к складыванию то есть сначала как будто бы что-то находим а потом начинаем собирать так вот у вас был период когда вы как будто бы находили какие-то свои частички вот это вот есть вот это нету вот этого не достает над этим нужно еще поработать да а теперь как будто бы настал такой этап когда вы эти пазлы действительно собираете то здесь уже поиск завершёнка недостающих ваших частей сколько-то все-таки колода таро шаманов а шаманизм занимается непосредственно с воссозданием частиц души утраченных в течение этого воплощения прошлых воплощений да понемножку то здесь я могу сказать что были какие-то достаточно болезненные периоды вашей жизни да когда вы вот именно вот эти вот частички души своей с болью с расставаниями с переживаниями с болезнями серьезными такими ситуациями да где начиная прямо самого раннего детства да вы их как будто бы теряли а вот теперь видимо настал такой этап когда вы начали собирать себя на как прямом смысле такой в переносном вот именно по кусочкам что еще здесь какая вам информация была открыта информация связанная возможно даже для кого-то с финансами а для кого-то здесь вот напрямую знаете вот исцеление у меня идет да как будто бы я вам объяснили как можно исцелить своим свои душевное какое-то состояние что у вас здесь было с по душевному состоянию по переживанию но здесь исцеление происходит здесь видимо уроки были какие-то связанные непосредственно с коммуникацией до либо с какими-то разногласиями с недопониманием и вот знаете как внешний мир у вас собираются сейчас пазлы до многие вещи вы понимаете в жизни так вот это вот внутреннее отражение вашего состояния то есть вы собираете себя изнутри как зеркало да идет отражение того что внешний мир как будто бы вам все становится ну понятно например почему люди так себя ведут да кто-то ваши из ваших близких возможно почему вот недостающие недостающие информации даже в коммуникации и сейчас вот такой период именно собственного наполнения здесь фокус даже идет не на внешний мир она ваше внутреннее удовлетворение на ваше внутреннее какие-то перемены трансформации которые идут знаете вот постепенно и какое-то наполнение себя поэтому а в каком состоянии энергии я не высцеляющим достаточно активным но эти еще одну карту это еще на здесь вот я могу сказать что началось некое движение когда вы сфокусированы на чем-то конкретно одном что-то новое сейчас вы узнаете именно вот фокус внимания на себе вы возможно и упускаете что-то из внешнего мира но вас это не должно расстраивать да почему потому что вот вы как будто бы раскрываете себя по-новому узнаете себя по-новому то есть вы прям вот активно активно включились в это дело да вот прям вот импульс пошел на это хорошо давайте мы посмотрим на этой колоде ли на другой на придут на этой нет я хочу все таки взять женские энергии 2 секунды и посмотреть на этой колоде колоде соукард так это мне с дорогами не помешает и посмотреть ваши женские состояние инской энергии то есть активный отдающий у вас все хорошо а вот с принимающие что у вас по поводу принятия по поводу женских энергий смотрите какая красивая карта она мне напоминает аркан солнца солнышко здесь улыбается на мальчику ребенку что сверху то и снизу здесь что касается и низкой энергии да то я вижу прям идет вот полное отражение да то есть человек находится в принятии вот это вот улыбка да это радостное состояние в принципе солнце она является больше мужским архетипом да но она больше женским но вот мне хочется сказать по состоянию да что это вот такое приятное может быть сейчас у вас этап такое пошел до когда вот как может быть потеплее стало да и солнышко как-то вот радует своими энергиями своим состоянием что еще у вас принять и да вы вот смотрите как созвучно вы находитесь мы видим мужчину который держит огонь и пламя на искру знание вот вы сейчас как раз ки находитесь я могу сказать в балансе да то есть активная энергия у нас мужская которая идет на сам собирание себя да то есть вот на поиск и на создание здесь действительно происходит такое вот творение исцеления женская энергия на краски находится в принятие то есть я принимаю эти знания да то есть мне недостаточно просто получать я их принимаю я их впитываю в себя что еще по женской энергии все равно знаете немножечко идет все-таки перекос больше в мужскую но это вот прям самая небольшая малость почему я говорю мужскую в мужскую потому что я здесь вижу на карте человека который находится в созидании да это все-таки созидание это мужские энергии но если эту карту переименовать да и сказать что здесь человек находится не в созидании в созерцании на так вот все созерцание это больше женские энергии то больше но в любом случае здесь не прочувствования здесь вот то что вы находитесь в голове до в неком таком понимании вещей благодарности нет все хорошо все прошли если есть то какое-то вот отклонение больше к мужским энергиям то это вот прям самая малость то не так не так много все достаточно сбалансирована с гармонизирована потому что здесь идет благодарность вот такое ощущение сейчас и так когда вы то о чем вы просили да то и вы и получаете здесь такой достаточно позитивный этап мне кажется что для многих если для кого-то это вот актуально да вот вы нашли человека прям вот ваше отражение на человека состояние вашей души это не обязательно будет партнер там мужчина или женщина кто что смотрит а иногда знаете вот бывают люди с которыми приятно поговорить ты понимаешь да вот кто то такое вот родное что-то такое знакомое вот здесь есть такое состояние до женских энергиях причем это не поиск а здесь вы как будто бы либо вы действительно погружаетесь так глубоко в себя и нашли знаете вот как этот я нашел себя я нашел родственную душу не вовне а в себе на то есть такое ощущение как будто бы часть меня куда-то ходила что-то там искала и в конечном итоге поняла что все что мне необходимо это есть уже во мне да и вот она вот так вот разворачивается и смотрит вглубь себя такая карта это очень красивая разворачивается и смотрит вглубь себя и она видит что все что мне необходимо было то есть я и есть то родная душа который обычно мы ищем вовне на я нашел себя вот здесь вот такой вот у меня идет такой знаете вот внутреннего умиротворения успокоения но не здесь не дзен состояния до такой вот пассивности а именно наполненности прям здесь второй вопрос был как сбалансировать либо примирить эти энергии то вот здесь вот я прям сразу могу сказать что вот вы вам не балансирование нужно было а примирение да и вы его нашли знаете вот какой-то глубь себя смотрю здесь прямо такой взгляд мне почему-то кажется что это женщина а этот мужчина да либо вот но состояние души такой да и вот прям если посмотреть на взгляд есть на насколько вам близко видно на то прямо такой вот пронзительные вот прям как говори на в душу смотрит такой глубокий взгляд здесь про это здесь вот вы нашли внутреннее примирение на самим собой то есть здесь уже нету вот такой знаете борьбы как обычно было у единичек да когда вы находили все вот голове в голове вот и какую-то вот свою инскую энергию до отталкивали здесь нет здесь я могу сказать и это вас радует то есть есть возможно пришло вот это вот примирение пришло вот это исцеление которое дает вам полное наслаждение посмотрите вот на эту карту таркан умеренности да как девушка находится в воде вокруг нее красные вот эти вот бабочки а как символ трансформации вот она наслаждается да здесь какой-то вот внутреннее такое удовлетворение наполненности вот полное доверие этому что сейчас происходит поэтому я вижу что здесь достаточно все сбалансировано и гармонично поэтому что-то так допустим порекомендовать что-то сделать дополнительно нет я не я не вижу я не вижу так это вот у нас была первая позиция соберу карты и мы с вами перейдем позиции позиция номер по красненькому камешку каком состоянии ваша мужская энергия для тех так сразу посмотрю и в каком состоянии ваша женская энергия так значит смотрите мужская энергия у нас здесь выпадает башня вот как будто бы знаете мужская энергия сейчас развалилась дано на некой такой развилки как будто бы два направления появилась да то есть нет вот это вот единство чем это связано куда на что вот какое направление одно и второе да вот понятно смотрите в одном направлении у нас выпадает повешенный вообще она мужские энергии у вас выпало три великих аркана одно направление это непосредственно связано с активностью да то есть желанием то есть какая-то часть вас действительно может помогу работать над какими-то проектами да может работать над своими собственными желаниями да может заниматься каким-то вот именно развитием решением вопросов движением другая часть наоборот по повешенному до находится в какой-то вот то некой такой пассивности до ощущение того что пока еще и нету готовности двигаться то есть здесь либо этап такой может быть по мужским энергиям когда я еще полностью не уверен не уверен не уверена нужно ли мне двигаться то есть какая-то часть меня говорит да я хочу и могу а какая-то еще сомневается сомневается либо здесь могут быть два момента то есть как какой-то части вы можете вести достаточно активный образ жизни да то есть по реализации своих каких-то собственных желаний идей до решения каких-то проблем задач трудности может быть кто-то с документами здесь что-то подписывает если так то пути немножко внимательно читайте в мелкий шрифт потому что мак он всегда имеет какое-то двойное дно да либо кто-то здесь наоборот разрабатывает стратегию да но еще пока не начал действовать а с другой стороны здесь есть какое-то зависание какое-то бездействие именно по поводу развития здесь возможно нет еще четкого понимания куда мне нужно двигаться может быть кто-то из вас ищет какие-то знаки подсказки вот знаете может быть еще какие-то вещи пересматривает даже до пересматривает по поводу того то есть уже есть какое-то любопытство может быть поступило какое-то предложение да и вы его рассматриваете вроде бы она достаточно заманчивая вы хотели будет двигаться в этом направлении но с другой стороны здесь получается так что что-то вас еще останавливает если бы пыслили и желание заглянуть чтобы туда подальше а что все-таки еще останавливает знаете я бы сказала вот страхи инстинкта в этой колоде мне очень нравится король жезлов а он является вожаком племени который сидит на крокодиле так вот крокодил это как раз таки животные инстинкты и вождь племени да как король жезлов он как раз таки является укротителем да потому что это все-таки огонь это наши инстинкты это жизнь это движение вот он является вот хозяином до властей нам украшает непосредственно самого короля крокодила вот и сбоку здесь видно что два члена племени да с факелом один встает на колени это также связано с развитием больше становлением себя в профессиональной сфере то здесь вот прям как-то вот профессиональная какая-то сфера проходит но есть именно какие-то вот опасения опасения у смотрите в принципе аркан башни он нам здесь показывает некое раздвоение да это два близнеца которые взлетаетесь так можно сказать да по древу жизни вот а здесь мы видим как паш пашков луков а это мечей то есть здесь вот посмотрите фигура да и два человека пальчик уберу видите а здесь как прерванная пропасть до стихо разъединяют его задача этого духа соединить людей она краски выпадают у меня под арканом башни то здесь равно есть какая-то часть ваши страхи вы как-то не можете примирить какие-то две свои части либо если это в прямом смысле да то есть вам нужно с кем-то запартнериться да а вы не можете найти этого человека либо произошла какая-то 40 какой-то разногласий вот важно вот эти вот тучи чтобы разошлись то есть нацелиться это как двойка мечей да так получается нацелиться на то чтобы произошло вот это вот примирение соединение найти какие-то общие знаменатели это может быть опять-таки как вовне так и внутри вас да вы не можете найти как-то какое-то примирение вот то что-то что-то вас здесь гложет мне хочется спросить почему почему здесь какие-то сомнения есть на сомнение выпадает аркан мира смотрите ура бороз змея которая кусает свой хвост до женщины и глобус то здесь вот вы с одной стороны может быть вы не уверены в тех возможностях как и которые вам предоставляются а с другой стороны вы опять-таки не уверены в том что все уже завершилось да то есть какой-то вот прежний ваш этап что он уже завершился здесь какие-то вот сомнения происходят вот любые карты они какие-то двойственные они говорят о не такой вариативности касательно того что было и того что будет поэтому здесь мужская энергия она как будто бы находится вот некой такой развилки хорошо а что у нас по женской энергии до поинской то есть активность в принципе она есть но она 50 на 50 на на то чтобы вот как-то вот взаимодействовать с миром да то есть это вот напоминает то что я уже один шаг сделал да а второй пока вот вот еще на этой ноге стою да то есть одно уже занес чтобы начать свои движения а второе еще пока что-то сдерживает так вот женские энергия они у вас достаточно здесь наполненные но опять-таки вот в этой карте да вроде бы казалось все хорошо женщина она держит тазик не знаю как это называется в общем емкость с водой вода это действительно инские состояния до энергии вот но понимаете то как она обхватила то есть это не то что ты несешь куда-то да для того чтобы там отдать или вы что-то здесь вот этого знаете вот бережные да так отношения да то есть я я держу вы как будто бы придерживаете к что-то удерживаете для себя и прям вот очень в унисон с мужскими энергиями да то есть часть мужских энергий хочет двигаться либо начала уже двигаться а часть еще как-то вот не уверен вот и женской энергии она примерно такая же да вы принимающие принимающие но здесь вот знаете вот вы вроде бы эта карта напоминает некого такого ангела до которые приносят какие-то благие вести так вот вы как будто бы находитесь вот в ожидании до каких-то благих вестей чтобы их принять как будто вы ждете находитесь в ожидании а еще мне этот аркан но он как-то вот по состояниям эта карта говорит о том что вот вам как будто бы знаете не хватает для принятия света на то есть это вот когда тьма слишком глубокая на то со своим фонариком как бы ты не освещал до полностью всю картину ты не увидишь только это будет вот прям точечно до освещаться какая-то вот местность на которой вы смотрите вот здесь вот такое ощущение что по женским энергиям вот вас как будто бы ведут но вы четко еще не понимаете куда да то есть вы не видите полностью всю картинку смотрите какая красивая карта да то есть вы еще не видите полностью всю картинку как можно примирить сбалансировать да вот свои вот эти вот мужские качества мужские и женские качества на айна вы идете к единству по крайней мере у вас есть вот это вот цель вас есть это желание вот но у меня ощущение такое что вот вы как будто бы не уверены да вот у вас есть это где-то такое терпится теплится вот это вот тонкая какая-то вот искра того что уже зародилась этот баланс до между двух энергии но как-то я еще не уверена знаете вот такое вот нежное робкое отношение вот как к новорожденному ребенку чтобы не дать бог он не упал потому что головку еще не держит вдруг он выскользнет особенно когда молодые родители из роддома приносят ребенка домой нету помощи это начинаешь его купать он такой вот маленький кроха и ты и ты ты боишься да то есть лишний раз не намылить его шампунью чтобы ну не соскользнул не выскользну и вот такое знаете вот трепетное отношение и вам еще как будто бы самим не верится да что есть то есть здесь может быть какая-то надежда что кто-то возможно познакомился только и вот вроде бы надежда какая-то зарождается да но вот есть вот этот вот страх неуверенности а вдруг а вдруг не получится в этот раз неважно на на что это похоже как в прошлом не в прошлом но а вдруг это не получится вот здесь вот это вот а вдруг и поэтому вы вот так вот знаете что-то храните для себя так убережно так аккуратненько свое сердце охраняете на я сказал свое сердце посмотрите какая карта она мне всегда напоминает ребенка в самолете в иллюминате к иллюминатору который знаете вот обычно дети так этот к окошку прислоняются и вот начинает открывать рот там язык показывает что такое вот но это карта она такая знаете страшно вот страшно в контексте того что человек кричит за каким-то стеклом а его не как будто бы не слышит вот это вот позиция да не подходи ко мне мне страшно крик души да вот здесь вот как раз таки про это вы оберегаете свою свою вот эту вот женскую энергию да то есть она здесь такая вот очень ранимая чувствительная мужская уже как-то начала активничать да но все равно здесь вот немножко дисбаланс идет в женские качества да здесь больше женских энергии присутствует ну вот скажем так процентов на 65 70 может быть это идет в женское да и все остальное это мужской и вот если мы говорим о том что как сбалансировать да вот этот вот немножко перекос потому что он есть в женский женскую энергию до больше в такую пассивность в принятии бездействия как это сбалансировать а вы как добавить немножечко вот этого вот огонька движения что нужно сделать а здесь нужно вам определиться вот пятерка луков пятерка мечей да вот в этой колоде сдачи человек проходит мимо магазина витрины на витрине есть туфли вот но эти туфли они не парные то есть нету пары и отражение до разных людей то есть вот один идиот и витрине вот прям три разных фигуры эта карта говорит о выборе духовного пути то есть вам чтобы сделать вот эту гармонизацию нам нужно определиться своим путем то есть проще говоря определиться с тем что вы хотите что вы хотите чтобы найти себе пару причем так интересно да здесь я говорила паре и здесь мы видим ну вы не видите я вам рассказала обувь она либо правая до для правой ноги либо для левой то есть состыковаться все никак не может есть вам нужно сделать определенный выбор но вот здесь вот выбор это вот как будто бы ваш урок на самом деле да поэтому сложно его сделать для того чтобы двигаться дальше для того чтобы перейти на другой этап на другой уровень и если вы задаете вопросом а какой же выбор мне нужно сделать так вот вот в этой колоде четверка костей она как раз таки показывает вот смотрите девушку до которой опять-таки бабочки эти да вот и на заднем плане люди идут в одну сторону а ее задача развернуться и прислушаться к своему сердцу то что она хочет идти в этом направлении то есть не идти туда куда идут все а идти туда куда хочешь ты потому что это вот твоя жизнь здесь как будто бы надо довериться до развернуться на сто восемьдесят градусов и пойти в том направлении в котором вам указывает эти бабочки зипала умеренность нет в другой позиции вот что еще вам нужно сделать чтобы сбалансировать эти энергии ну вот страхи здесь пятерка костей смотрите она вам показывает человека у которого есть сумка и очень много духов вокруг так вот как говорится с теми духами с которыми вы знакомы они у него находятся в сумке у этого шамана а при этом появились новые это неизведанный да это намного больше то есть карта смысл и и говорит о том что новые какие-то страхи да то есть со старыми я как-то уже сам исправился да то есть уже понятно а вот и новые да как сложно их преодолеть потому что они пугают и у меня еще нету модели поведения как можно взаимодействовать вот своими новыми страхами поэтому здесь вам нужно пойти туда куда вы боитесь то есть выбрать как раз таки той путь тот путь который вас пугает больше всего и он поможет вам по восьмерки кристаллов по восьмерки кубков да вот это вот разочарование в сердце вот эти вот надежды неисполнимые отпустить потому что здесь стрекоза у нас вот и фонтан то есть вот сердце болит да то есть здесь нужно отпустить и ну то есть если вы пойдете туда куда страшно да то велика вероятно что вот ваше сердце она излечится произойдут вот эти вот перемены отпустить здесь нужно те надежды которые но уже не не реализуется на то есть иногда нужно понимать что лучше отпустить и потом если что можно всегда вернуться да если вы захотите но вот держаться и находиться в ожидании в состоянии ожидания это не самая наилучшая позиции и выбор вот такая вот была у нас с вами и двоечка так и мы переходим к позиции номер три и зелененькому камешку наши каком состоянии мужская активная энергия и в каком состоянии пассивная женская энергия такое ощущение что прям одна и та же карта абсолютно в разных колодах здесь паши бубнов а здесь нету до название у этой колоды но вот они очень и очень посмотрите они как будто бы в родной тоже вот крайне мере я так вижу мужская энергия и мужская энергия здесь она только появляется она находится вот в самом самом начале в самом начале своего пути здесь шаман как будто бы только узнал как лечить друзей людей да получил первые знания здесь вот мухомор нарисованы грибы и вот он под звуки этого бубна идет встал только только встал на этот путь познания его переполняет эмоции его переполняет желание двигаться да вот этот вот интерес вокруг мир прекрасен и красив я долго жаждал да найти своего учителя и вот теперь я обучаюсь и меняет вот прям наполняет переполняет и мне все подвластно это вот как-то знаете такая минусовая немножечко энергия о том что ну вот какой-то детский максимализм да что я вот прям верю что у меня все получится да и здесь попадает восьмерка бубнов до восьмерка педакли мастерства когда вот я говорю человек нашел своего мастера вот и он танцует здесь под звуки бубна и духи ему покровительствует да в его знаниях то есть мужская энергия она только начала свое собственное движение здесь как будто бы она только нашла свой путь встала на этот путь по крайней мере сейчас уже нету мыслей о том что сомнений надо не надо просто здесь вот знаете там бывает такое состояние когда включается вот эмоционально ну то есть я вдохновлен и вот на этой волне да на этом гребне я плыву и начинаю свой путь здесь еще до мысли не дошло до осознания еще дело не дошло здесь все вот прям педакливые карты так семерка бубнов нам говорит о том что после какого-то этапа когда вы отдыхали на когда ничего в принципе такого особенного не происходило сейчас началось некое движение и колесничий здесь смотрите какой колесничий то есть человек да на колесе и лошади одна черная одна белая ну вот здесь вот я сразу могу сказать то есть по мужским энергиям да у меня идет такое ощущение что движение уже пошло чем здесь вот именно движение в сторону так интересно если первая позиция у нас говорит про развитие вторая больше про личностные какие-то отношения качества то здесь вот именно профессиональная какая-то сфера именно проявление себя в социуме еще что по этой энергии да по справедливости по справедливости вот какое решение приняли да причем решение которое приняли оно было правильным да потому что вы и интуиция к интуиции прислушивались и ну логически все оценивали взвешивали поэтому путь по справедливости и колесо фортуны ну вот великие арканы говорящие о том что началось движение началось прям вот знаете не возмездие почему я не знаю почему нет слова пришло а здесь вот как будто вы знаете что заслужили что просили вот доросли ощущение того что вот вы доросли и все и теперь вот этот вот механизм да он медленно-медленно когда механические часы стоят их вот их только запускаешь вот пока они наберут свои обороны да здесь уже однозначно понятно что обрат пути нету а есть только вперед вот вы как будто бы начинаете разгоняться да здесь вот по мужским энергиям так по женским энергиям очень любопытно очень любопытно что там было а в прошлом да то есть что касается с принятием да вот вы как будто бы много работали над своим прошлым болезненным да очень много там боли крови вот и у вас родился как будто бы родилась какая-то идея родился какой-то план новое видение того что вы хотите так вот прям очень в унисон да здесь мужские энергии вы начали уже действовать а в женских энергиях иногда у вас прям вот как раз ки визуализация была вот этого вот прошлого как исцеление именно прошлого и собирание себя по кусочкам и создание вот именно здесь знаете акцент он больше идет на будущее не на прошлое а именно на будущее что я хочу получить от себя здесь вот какие-то программы были глубокие задействованы бессознательные а может быть кто-то действительно визуализировал то что хотел да может быть в медитациях какие-то видения были может быть во снах были какие-то видения вот эта карта она мне почему-то ассоциируется у меня с императрицей да поэтому здесь я могу сказать что механизм тех энергий которые да здесь запустились вы как будто бы знаете здесь что произошло вы увидели свой идеал того кем вы хотите стать либо того к чему вы стремитесь именно как женщина да вот в вашем идеале в той картинке в которой кем вы хотели бы стать и вот это вы знаете вот это вот какое-то ваше внутреннее наполнение вдохновение какое-то вот озарение это было внутреннее состояние оно запустило вот этот вот механизм активности то есть здесь вот знаете когда люди начинают в себя верить да либо когда люди открывают что-то новое в себе я не знаю например человек открыл что ему нравится рисовать да и вот он идет покупает ну то есть начинает совершать какие-то действия покупает все необходимые материалы садится рисует да и вот то есть первичное было состояние и в последующем уже были действия так вот здесь ваша внутренняя именно женская энергия она долгое время смотрела на знаете здесь вот у вас были была вовлеченность в прошлое когда вы его анализировали но здесь не головой а здесь вот вы смотрели в прошлое да и вот вам это интересно было да то есть вот кто изучал себя то есть вы это делали не с болью не с скрипом каким-то о опять надо себя прорабатывать все такое нет вы это делали вам хотелось да то есть вы вот как-то рассматривали эти сценарии смотрели на свои какие-то модели поведения понимали что можно изменить внутри себя но больше с точки зрения не логики а состояния да вот некого такого любопытства ну это вот например если вам нравятся психологические тесты вы где-то их находите в интернете и вот прям ни о чем не думая ничего не желая смотрите там например выберите картинку вот вы начинаете вовлекаться в этот процесс выбираете картинку потом читаете ответ здесь как будто бы вот то же самое да то есть вы вовлекаетесь вот этот процесс он был для вас болезненным но здесь я не знаю что произошло я не чувствую боли я не чувствую раны я не чувствую вот это вот душевного дискомфорта а здесь как будто бы знаете вот это вот любопытство а что там она как будто бы знаете у меня здесь еще такое ощущение когда бывает при аварии какой-то такой вот очень сильный стресс душа вылетает из своего тела вот она смотрит да либо если вы астральные путешествия только начинали да когда душа вылетает из тела смотрят как-то на себя со стороны и кажется чуждым то есть ну я же тут а это что за тело да то есть что то такое чужое это не мое не родное и и вот она смотрит на него с любопытством вот здесь вот у меня какое-то вот такое ощущение то есть мне не больно но мне любопытно смотреть на самого себя и вот эти вот состояния любопытные они поразили какое-то вот новое восприятие себя да вы как будто бы многогранно многосторонно что ли рассмотрели себя разобрали по кусочкам посмотрели собрали вот когда вы новую себя как конструктор собрали у вас появилась новое вот это вот ощущение какого-то удовлетворения того что получилось это когда ты начинаешь я не знаю там что-то готовить там например какой-то торт и чисто ну как вот экспериментирую да давай я сюда добавлю чуть вот такой краски один корж будет красный другой зеленый тут крем добавлю вот что-то слепило что-то получилось я не знаю как я это сделала но меня это вот прям радует да то есть я не знаю как это получилось то есть это не было продумано придумано а это вот именно в процессе творчества создавалось и то что получился конечный результат он вам нравится поэтому здесь отказать о том что присутствует какой-то дисбаланс и нужно ли что-то примирить нет но здесь вот акцент был начиналось все из внутреннего состояния и как следствие оно потом уже перешло на материальный план поэтому здесь достаточно гармонично здесь нельзя поставить на чашу весов сказать это женское это мужское какое а здесь вот прямо такая вы знаете последовательность одно приносит другое да вот как-то вот такая вот взаимодействие двух двух потоков что ли двух энергий они так очень красиво переплетаются да то одно идет вперед то другое то другое вот поэтому давайте посмотрю сбалансированно с гармонично да здесь водоворот здесь водоворот какая-то идея появилась и все и она закрутила и поднесла и здесь идет вот так вот по спирали вверх понимаете ну то есть движение да появилось какое-то движение да вот здесь вот в аркане влюбленных в шестом аркане влюбленных да здесь мужчина женщина стоит у них руки сплетает эта змея то есть это условно говоря две противоположности которые соединились вот едино да вот эта змея они не могут разделиться да они не могут есть какая-то вот такая вот некая зависимость да они не могут рассоединить эти руки потому что их связывает змея то есть в данном случае да вот именно энергия жизни да вот поэтому я сказала здесь как-то мне почувствовалось что одно переплетается в другое поэтому сказать что чего-то больше чего-то меньше здесь нет потому что если в какой-то момент будет больше например женской энергии то оно так или иначе в нужный момент сбалансируется мужской здесь не отдельно здесь не параллельной линии а здесь вот оно вот прямо вот одно вплетается в другое такая вот у нас с вами была и третья позиция зелененький камешек я благодарю Татьяну за идею к этому раскладу маленьком надеюсь он вас повеселил порадовал а я с вами прощаюсь до новых раскладов пока-пока